Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Татьяны Трофимова. О главных новостях прямо сейчас. К осени готовы. На еженедельном совещании в Доме правительства обсудили вопросы подготовки к новому учебному году и отопительному сезону. Все о профессиях. В столице Чувашии работает проект профориентации школьников. Гастрономический праздник. В Чебоксарах завершился Всечувашский межрегиональный фестиваль национальной кухни. В новом учебном году у школьников не будут требовать анализ на ковид-19. Кроме того, в школах и детских садах ношение масок будет необязательным. Подготовку к новому учебному году и отопительному сезону обсудили сегодня на еженедельном совещании в Доме правительства. К новому учебному году готовы 80% школ. Муниципальные комиссии приняли 708 объектов. В остальных либо заканчивают ремонт, либо устраняют недоделки. Основной упор комиссии делают на готовность материально-технической базы, пищеблока, состояния и освещенность территории. В новом учебном году будет уделено серьезное внимание защите детей от коронавирусной инфекции. В ближайшее время будут закуплены более 13 тысяч рециркуляторов и бесконтактных термометров. Как отметил министр образования Сергей Яковлев, в Чувашии нет требования носить маски детям. Не будут требовать и справки об отсутствии коронавируса при посещении школ и детских садов. В новом учебном году, учитывая сохранение риска распространения новой коронавирусной инфекции, будет уделено особое внимание соблюдению санитарных правил. В каждой образовательной организации будет проводиться утренний фильтр с целью выявления среди сотрудников и обучающихся случаев заболевания и обеспечения медленной изоляции лиц с повышенной температурой тела. В организациях запрещено проведение массовых мероприятий. Обязательно должна соблюдаться групповая изоляция. Это отмена кабинетной системы. Более того, должны быть минимизированы контакты между классами и во время перемен, и во время пищи. К наступлению осени и отопительному сезону готовится организация жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас заканчивается ремонт котельных и тепловых сетей. Пополняются запасы топлива. Госжилинспекция Чуваши проверяет, как готовы управляющие компании ТСЖ к зиме. По их данным, не все должностные лица, соответственно, подходят к работе. Проведено 94 выездных мероприятия в отношении 77 управляющих компаний и 17 ТСЖ. По результату проверки было составлено 55 административных дел. В административных пронарушениях должностные лица и юридические лица привлечены к ответственности. Сейчас мы вышли на второй этап, выезжаем во все районы и городские клубы повторно, проверяем наиболее крупные управляющие организации. Основные движения, конечно, это не соответствие от весеннего осмотра с действительно техническим состоянием. Обсудили на совещании и снижение задолженности предприятий и организаций ЖКХ за потребленные энергоресурсы. Сейчас эта сумма почти 3 миллиарда рублей. Снижение по сравнению с прошлым годом на 2%. Минстрой Чувашии и Межрегион ГАЗ составили график погашения долгов. Татьяна Мулакова, Юрий Марков, Республика. Жителям Чувашии, которые в сложной форме перенесли COVID-19, будут компенсировать восстановительные процедуры в санаториях и больницах. За 12-дневное пребывание в круглосуточном стационаре пациентам придется заплатить только 30% от стоимости путевки. Остальные 70% возьмет на себя республиканский бюджет. Коронавирус провоцирует обострение хронических заболеваний. Они еще долго напоминают о себе. Особенно страдают дыхательные пути легкие сердца. Поэтому таким пациентам очень важна реабилитация. Направление выписывает лечащий врач. Общий бюджет средств, которые сегодня направляются, для того, чтобы скомпенсировать затраты жителей республики, составляет около 40 миллионов рублей. И если в целом путевка для нас бы с вами стоила, если бы мы ее оплачивали сами, около 45 тысяч рублей, то сегодня для жителя республики это будет стоить в пределах 10-11 тысяч. Что это включает? Это, повторю, за 10-11 тысяч житель, которому необходима реабилитация после ковида, получает возможность получить высококвалифицированную медицинскую помощь, восстановить свое здоровье, полноценное пятиразовое питание, размещение в санатории. И в развитии темы безопасности. В самолетах нужно носить маски, а в аэропорту соблюдать социальную дистанцию. Что изменилось в работе воздушных гавани во время ограничительных мер, расскажет Инесса Потапова. С начала июня Международный аэропорт Чебоксар вернулся к обычному режиму работы. Предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров. На входе стоит проверяющая, то есть просят одеть маски и перчатки, меряют температуру. В случае выявления повышенной температуры тела гражданин не будет допущен на борт. Вход в аэровокзал разрешен только пассажирам. Пообщаться с близкими можно через стекло. Это предотвращает скопление большого количества людей. Изменены и правила работы с прилетающими пассажирами. У нас в аэропорту два потока пассажиров не встречаются, то есть пассажиры вылетающих рейсов и прилетающих рейсов не встречаются. Выдача багажа прилетевших пассажиров осуществляется на улице, пассажиры выходят тоже через улицу, в здание аэровокзала они не попадают. Все члены экипажа воздушного судна перед началом работы осматриваются врачом и получают допуск, а также обеспечиваются индивидуальными средствами защиты. Все в масочках были, перчатках, когда обслуживали персонал, соответственно, и пассажиры тоже в масках. В свободном доступе антисептические вещества. В помещениях установлены рециркуляторы воздуха. Регулярно проводится дезинфекция. Инесса Потапова, Андрей Шоклев, Республика. Очередное соглашение о сотрудничестве между Республикой и РЖД, подписанное на днях, предполагает конкретные задачи на пять лет. В Рио главы Чувашии Олег Николаев и начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лисун обсудили основные направления развития. В пятилетнем соглашении учтены главные факторы. Потребность перевозка грузов и пассажиров, внедрение современных технологий, развитие объектов пассажирской железнодорожной инфраструктуры. Традиционно со всеми субъектами Российской Федерации, с кем работает Горьковская железная дорога, мы подписываем пятилетное соглашение. У нас срок предыдущего соглашения истек, и сегодня мы с Олегом Алексеевичем подписали на пять лет о совместном сотрудничестве. Мы сегодня принципиально обговорили с условием изменения пассажиропотока, падением неким, как дальше нам заканчивать год. Перспективу рассмотрели совместных проектов по улучшению обслуживания качества пассажиров. Стороны обсудили увеличение объемов производства и поставок высокоэффективной конкурентоспособной продукции для нужд РЖД. РЖД закупило продукцию на 1,9 миллиард рублей у Чувашей. Нам интересно ваше предложение, поэтому мы готовы обсуждать. В этом году общий объем инвестиционной программы составил более 1 миллиарда рублей. Эти средства направят на ремонт железнодорожных путей. Они требуют постоянного поддержания. Республика развивает внешние связи, так что потребность в перевозках увеличивается в разы. Республика развивается. Мы планируем открытие новых производств, новых площадок по организации производства продукции народного хозяйства по различным назначениям. Очевидно, их надо будет перевозить не только, скажем там, иными видами транспорта, но и прежде всего железнодорожным. На встречу было отмечено, что потенциал предприятия республики, работающий на нужды РЖД, весьма велик. И его надо активно использовать. Наталья Мальчикова, Павел Иритков. Республика. С 1 сентября 2020 года все ученики первых-четвертых классов школ будут обеспечены бесплатным горячим питанием один раз в день. На эти цели в республику уже поступили 244 миллиона рублей из федерального бюджета. Еще 2,5 добавят из республиканской казны. На один прием горячей пищи у нас уходит 52 рубля 36 копеек. Что касается завтрака или обед, в принципе, скажем так, здесь дискуссия еще продолжается. Но по опыту регионов, наших коллег, мы стремимся, что все-таки это будет усиленный завтрак так называемый. Который будет в себя включать что? Это будет одно горячее блюдо, будет горячий напиток, может сопровождаться завтрак еще и получение каких-то творожков, соков и так далее. Самые старательные выпускники этого года Олег Николаев наградил призеров заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации Министерство просвещения России приняло решение не проводить в этом году финал Всероссийской Олимпиады школьников. Все 11-ти классники Чувашии, набравшие проходной балл на региональном этапе, автоматически стали призерами. А это 16 школьников. Церемония награждения прошла с учетом соблюдения всех мер безопасности. Вы выдержали достойную конкуренцию и доказали, что вы на самом деле являетесь на сегодняшний день из числа выпускников 2020 самыми достойными, самыми старательными, ну и вот и самыми знающими, как показывают итоги Олимпиады. Во многом успех участников Олимпиад зависит от их наставников. В Рио главы Чувашии наградил призеров главных интеллектуальных состязаний страны дипломами и статуэтками, а их учителям вручил памятные подарки. Олимпиада научила меня по-другому мыслить, по-другому думать. Она научила меня анализировать. Будущие биологи, экономисты, искусствоведы. Многие уже определились с выбором профессии. Дальнейшую свою жизнь свяжу либо с экологией, либо с преподаванием, с педагогикой. И очень мне хочется поступить в Москву. Этот город мне очень нравится. Знание призера Олимпиады позволит поступить в вузы по льготе, вне общего конкурса. Инесса Потапова, Юлия Адюкова, Николай Скворцов, Республика. Починить кран, отштукатурить стены или испечь хлеб. Проект профориентации школьников работает по всей России. Билет в будущее получили и ученики Чувашии. Вместе с ними в мир профессии окунулась Юлия Важенина. Сегодня я с вами проведу такой онлайн-урок. Мы работать будем в фотошопе. Мы с вами немножечко примерим на себя профессию дизайнера. Примерить профессию на себя – вот главная задача проекта. Благодаря билету в будущее школьники всей страны могут не просто посмотреть, как создаются макеты, но и сами их сделать. Но все начинается с азов. Кто такой дизайнер? Это человек, который связан с графикой какой-либо. То есть, может, с растровой, векторной или 3D. Проект «Билет в будущее» реализуется в Республике уже третий год подряд. Только за прошлый этап более 10 тысяч школьников воспользовались программой. Республика была заявлена более чем в 50 компетенциях, 26 образовательных организациях. Что касается текущего момента, то учащиеся могут регистрироваться на сайтах и начинать уже заполнять свои личные кабинеты и принимать участие в профориентационной части. Проект состоит из трех этапов – онлайн-диагностики, профориентационных мероприятий и индивидуальных рекомендаций. Каждый год в программу добавляются новые специальности. Самые востребованные, наверное, популярные по отношению даже к нашему колледжу, они выбирают больше всего творческие. Это графический дизайн, а это веб-дизайн и разработка. Это, получается, дальше идут предпринимательства, организации экскурсионных услуг. Проект – отличное профориентационное мероприятие, которое помогает детям определиться выбором профессии, а колледжам набирать самых лучших учеников. В этом году впервые «Билет в будущее» проходит в онлайн-формации. Конечно, представлять некоторые профессии дистанционно очень сложно, но тем, кто выбрал графический дизайн, повезло. Это, наверное, даже удобно, потому что в любом случае дизайнеры сейчас не только графические, но и остальные работают все равно в компьютерном варианте, то есть в графических программах. У нас задание создано, сделано, запланировано таким образом, что мы работаем в программе «Фотошоп». Это профессиональная программа, есть бесплатные версии, поэтому дети легко ее устанавливают, работают. Мария Германова хочет стать графическим дизайнером. В проекте «Билет в будущее» участвует впервые. Занятие мне нравится, это получается что-то новое. Я никогда не пробовала работать в «Фотошопе» и теперь научилась. После занятия укрепилось желание работать графическим дизайнером. Стать участником проекта может любой школьник с 6 по 11 класс. Для этого нужно зайти на платформу билет.worldskills.ru и пройти тестирование. Каждый участник может сам определить, что выбрать и сколько этапов пройти. Участвовать в «Билете в будущее» можно несколько раз. Если появилось желание попробовать себя в чем-то новом, в проект можно вернуться. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Биатлонистка Татьяна Акимова может войти в основной состав сборной страны. Об этом на встрече с Рио-главой Чувашии Олегом Николаевым заявил президент Российского союза биатлонистов Виктор Майгуров. В выходные прославленный спортсмен посетил республику. Президент союза биатлонистов России Виктор Майгуров посетил Чувашию в числе первых регионов. Что вполне объяснимо. Биатлонный центр, который строится с 2014 года, должен наконец-то войти в строй действующих. Объект готов наполовину. Достройка постоянно откладывалась, то и дело вносились изменения в проектно-сметную документацию. А сейчас застройщик и вовсе обанкротился. Обычно где строится, сначала строится трасса, стрельбики и так далее, а потом уже в здании строится инфраструктура. Здесь, к сожалению, вы правильно сказали, изначально было не совсем правильное проектирование всего объекта. Потом были проблемы с подрядчиком. Видимо, поэтому проектно-сметная документация не прошла экспертизу. Сейчас правительство Чувашии выделило 5,5 миллионов рублей на доработку документов. Надеемся, что в том числе и с вашей помощью в ближайшее время в обозримое будущее все-таки реализовать этот важный спортивный объект для Чувашии. Мне кажется, и для всего биатлонного сообщества. Глава СБР Виктор Майгуров отметил, что Чувашия – подходящий регион для подготовки сборных команд по биатлону. Погода, географическое положение, хорошее транспортное сообщение – все это позволяет проводить здесь не только учебно-тренировочные сборы, но и соревнования различного уровня. Татьяна Молокова, Павел Иритков, Республика. В Чубаксарах завершился Всечувашский межрегиональный фестиваль национальной кухни, посвященный столетию автономии. Из-за пандемии гастрономический праздник прошел в онлайн формате. Второй этап фестиваля национальной кухни, несмотря на ограничительные меры, прошел с размахом. В финале приняли участие 13 команд, в том числе кулинары Пермского края, Санкт-Петербурга, Чеченской Республики. Участники команды комсомольского райпо к гастрономическому празднику готовились неделю, ночами не спали. Признались они. Чуваша богата блюдами из мяса, птицы, рыбы, овощей, молока. Из баранины мы приготовили традиционный шарда, который занимает главное почетное место на столе, когда встречаем гостей. Из баранины же бараньи ребрышки в вкусничном соусе, тулдармаш с рукой и мясом, кровяную колбасу. Стол представителей кооперативного института привлекал особое внимание гостей. Чувашско-русская кухня с акцентом на молекулярную задумка шеф-повара Александра Ганяшвили. Призера 43-го мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Competition 2015. Неоднократного призера и победителя всероссийского чемпионата шеф-аля-рус. Александр получил высшую награду – гран-при фестиваля. Мы представили сегодня наши леса, то, что у нас там растет. Мы сделали имитацию мухомора с шишками, обыграли его ягодами, гелью, наши блины с тремя видами икры и, конечно, огород. Это имитация десерта, картофеля и моркови. Морковь у нас из-за блепихи. Картошка у нас тоже в новом стиле обыграна именно вишней в таком сложном варианте. Приготовленные блюда оценивали кулинарные эксперты, судьи Всемирной ассоциации шеф-поваров. Президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев отметил достойное представление блюд Чувашской национальной кухни. Председатель ассоциации кулинаров Чуваши Николай Уездный был награжден памятной медалью 100-летия образования Чувашской автономной области. Наша республика показывала на международном уровне высокие баллы и прославляя Чувашскую кухню. Южная Корея заинтересовалась нашей Чувашской кухней. Также Индия. Я думаю, наша кухня будет на мировом сообществе. Сохранению кулинарных национальных традиций в республике уделяют особое внимание. И то, что этот фестиваль ежегодный, тому подтверждение отметили участники. Лучшими во втором этапе были признаны кулинары Чеченской республики, Пермского института, Ядринского райпо и Центра кондитерского искусства Москвы. То, что сюда приезжают и делятся опытом именитые мастера из других регионов, несомненно, только добавляют в этот процесс и дает развитие нашей кухни, развитие подходов к приготовлению блюд. По итогам фестиваля будет издан сборник рецептов Чувашской национальной кухни. Ольга Алексеева, Павел Иритков, Республика. В день города в Чубаксарах побывали заслуженные артисты РСФСР, народный артист Чувашии Станислав Садальский и композитор Игорь Димарин. Они встретились с молодежью, журналистами, КВНщиками и волонтерами. Тему продолжит Мария Шоклева. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу любимую Академию Свойства. Встреча с юными талантами начинается по традиции у стены вдохновения. Ну вот, теперь все на своих местах. Автографы есть, телефоны наведены, а камеры уже пишут удивительную историю успеха. В Москве пять лучших театральных заведений, ни в один из театральных институтов меня не взяли. Потому что дело в том, что у меня прогеение. Это, знаете, когда нижние челюсти, больше верхние. Я говорю, а какой должен быть приглас? Говорят, вас так. А вот надо вот так, чтобы передние были. Но я все время так боролся за себя. В Чувашии всегда с особенным трепетом относятся к творчеству Садальского. Следят за его успехами. Ведь все мы знаем, что родился и вырос актер на нашей земле. Если я скажу Чебоксары, больше никогда не поеду, ты мне не верь. Я прошу меня, не верь. Я так люблю тебя, Чебоксары. Я так люблю Чебоксары. Я так люблю Чувашию. Юные журналисты выяснили, что Стас ведет свой ютуб-канал ради пиара и не получает деньги за монетизацию. А еще просветили его насчет нового популярного ресурса общения. Знаете ли вы такую площадку, как ТикТок, и будете ли вы туда выкладывать свой контент? Я не знаю. Не знаете? Нет. А как это, ты всегда в трендах? ТикТок, ты знаешь? ТикТок. Это самое скачиваемое приложение сейчас. Да, это очень популярное. Замечайте. ТикТок обязательно, вот обязательно сейчас займусь этим. Прибавили чебоксарцы актеру работы. Вот у нас вся команда КВН сидит здесь. Мы правда прошли полуфинал, премьерки. И 7 сентября у нас состоится игра. Мы очень хотим вас попросить, чтобы вы вышли за нашу команду. У нас даже уже есть шутки написанные, пока не подтвержденные, но тем не менее, мы просто, если вы согласитесь, я не знаю, мы просто в финал пройдем. Ну да, почту за честь. Спасибо. К своим званиям артисты добавили еще одно – академиков. А мы, свидетели посвящения, будем верить, что еще не раз пересечемся. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Александр Васильев. Это были главные новости понедельника, 17 августа. Увидимся в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова